Долгие годы в Белгороде-Днестровском проблемы горожан никак не решаются. Многие жители Акермана, в надежде на решение своих бед, практически ежемесячно обращаются в горсовет. Но такие походы никаких результатов не приносят. Горожане нашли выход из этой ситуации. Для того, чтобы решить проблемы, жителям сначала надо обратиться к народному депутату Виталию Барвиненко. И только после обращения к парламентарию городские власти начинают обращать внимание на проблемы жителей. Яркой иллюстрацией такого положения дел является обращение Ивана Димитрашко и Раиды Исаковой. Дело в том, что они неоднократно обращались к местным властям с просьбой выделить помещение по Центр дневного пребывания для детей улиц. Но просьбы таковыми и оставались. И это при том, что деятельность Центра полностью финансируется благотворительной организацией. У нас есть деньги на ремонт. Я не знаю. Я сто процентов знаю, что у вас есть деньги. Создание Центра даст возможность детям избежать печальной участи трудных подростков со всеми вытекающими последствиями. Проектом предусмотрено питание детей. Такое, чтобы санэпиденстанция никаких претензий не имела. Это чай, кофе, бутерброды. Вот такой вот вариант. Ребята там смогут проходить консультации. Социальное сопровождение можем организовать. Там можно проводить тренинги. Там можно проводить бесплатное тестирование на ВИЧ, на инфекции, предающиеся половым путем. Нам самое главное убрать детей с улицы и занять их каким-то активным отдыхом, так будем говорить. И проводить, естественно, консультации по обреде алкоголизма, алкоголизма и так далее. В очередной раз, выслушав все доводы посетителей, городские власти все-таки пришли к выводу, что такой центр нужен Белгороду-Днестровскому. Вы должны знать, что мы готовы поддержать, что у нас есть желание это помочь. Самое главное, что вы должны определиться с нашей коммунальной собственностью и сказать, да, вот это подходит. Так, благодаря непосредственному участию народного депутата, городские власти наконец-то озаботились поиском помещения для центра. И вполне вероятно, что в ближайшем будущем оно найдется.